Естественно, что Ирод, типа, не сидит сложа руки И все эти слухи, которые до него доходят, его тревожат Дело в том, что он вряд ли интересовался религиозной принадлежностью Иисуса Как и Ирод, его папа, как и дед, собственно, который был обращен в иудаизм Они имели весьма отдаленное отношение к иудаизму Они были очень эллинизированные евреи, или точнее сказать, немного объеврейные эллинисты И что им на самом деле волновало, это так называемый Пакс Романа Он был в каком-то смысле хоть и татархом, но тем не менее он находился в ситуации Постоянного контроля со стороны Рима Ему совершенно не нужны были революционеры в его стране И сохранение статус-кво вполне его устраивало Поэтому любые слухи о появлении людей, которые ведут за собой толпы Мы знаем, что они запрещали римляне собираться евреям больше, чем десяти По простой причине, потому что десять это было необходимо для молитвы Но больше никакого резона нет Поэтому, естественно, до него доходят слухи И мы читаем в 14 главе Евангелия от Матфея В то время Ирод четверовластник услышал молву об Иисусе и сказал Служащим это, о нем, при нем это, Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых Ну, вообще-то говоря, в стране, почему он о этом говорит Ну, по всей видимости, то есть мы знаем, что в стране Израиля существовали слухи о том Что праведник имеет возможность воскрешаться И более того, праведник из священнического рода, к которому принадлежал Иоанн Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его, посадил в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата своего Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее Ирод Филипп был сводным братом Ирода Антипы, у них был общий отец Ирод великий, но разные матери И согласно традиции, жена брату по отцу разрешена была только в том случае, если у брата нет детей Ну, мы знаем это, да? В сифрах к душим 10 мы читаем Если кто возьмет жену брата своего, это осквернение Подобно тому, как не да, в некоторых случаях разрешена, а в некоторых случаях запрещена Так же и в этом случае Тора использует слово не да, чтобы указать нам, что жена брата по отцу иногда разрешена, а иногда запрещена Если нет у брата детей, то она разрешена, а если есть, то запрещена На готу брата своего он открыл, бездетны будут они Оба будут бездетны, даже если от других браков у них были дети, то они похоронят этих детей Очень строгое отношение к этому И вполне вероятно, что в свете этого отрывка Иоанн пытается увещевать Ирода Я хочу вот на что обратить внимание Это мы сегодня говорим Устная Тора, письменная Тора, устные постановления, предания старцев записаны И огромное количество израильского народа, оно было, ну если знало, элементарные азы грамотности И вся Тора, оно все воспринималось на слух Еще со времен Эзры, книжника Поэтому, когда им читали, неважно, премудрость Соломона, или Бен-Сираха, или книга юбилеев, или Тору Все это воспринималось большим количеством народа, как нечто одно, само собой разумеющееся, мудрые книги И они не сильно разделяли, что на самом деле здесь записано и было дано Моисею От того, что было записано относительно недавно Поэтому они верили, что на самом деле, что вот то, что вот они говорили И вполне возможно, что Иоанн использовал именно эти отрывки Объясняя Ироду, или по крайней мере до Ирода это доходило Что ему не должно жить с Иродиадой Теперь, во время празднования дня рождения Ирода Дочь Иродиада плясала перед собранием и угодила Ироду Ну, танцы, вполне распространенное явление на Востоке, кстати, не меньше, чем в России или в Украине Танцы всегда, вернее не всегда были призваны выражать благословение или прославление Господа Бога Это было просто обыкновенное выражение человеческой радости Например, как описывают танцы времен Иисуса Христа Ставили во дворе беседки, увитые льняными лентами и багряницами с претенными золотыми кольцами И гости возлежали на циновках, а девицы танцевали перед возлежавшими Кроме того, в пятнадцатый день месяца Ава девушки выходили в долину танцевать Юноши могли выбрать из них невест Это было тоже один раз в году Ну, она танцует Дочь Иродиады угодила Ироду и он обещает ей дать все, чего она не попросит Ну, кстати говоря, очень часто раввины говорили, что даже если клятва твоя порочна, ты должен ее выполнить Потому что в противном случае за нарушение клятвы тебе должны были дать 39 ударов палки Вообще полагалось 40, но 40 считалось, тебя можно прибить Но дело даже не только в этом, а дело в том, что если ты вдруг собьешься со счета и случайно сделаешь 41 Поэтому говорилось 40 без одного Павлу в свое время давали 40 без одного по той же самой системе Для того, чтобы не нарушить законторы, вот за нарушение клятвы полагалось 39 ударов Вот, она же по наущению матери своей сказала, дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя И опечалился царь, но ради клятвы, то есть он дал клятву Повелел ей дать и отсекли ему голову, ученики же взяли тело и погребли И когда они погребли, ну они пошли и возвестили немедленно Иисусу Почему они возвещают Иисусу? Это, кстати, не само собой разумеется, учитывая некоторые разногласия или недоумения, которые мы читаем были у Иоанна с Иисусом Когда он ожидал освобождения или, например, те распри, которые были видны в начале служения Когда было завидно, что, оказывается, Иисус больше крестит, чем Иоанн крестит Вернее, ученики его крестили больше, чем Иоанновы ученики То есть чисто человеческое здесь могло быть у них Тем не менее, они ощущают, видимо, какую-то огромную связь между Иисусом и Иоанном И они погребают Иоанна, и они приходят к Иисусу И извещают его, Иисус немедленно удаляется Он не знает, что за этим последует Может, это целая кампания, которая начинается Но, с одной стороны, он скорбит, и он удаляется на лодке в пустынное место И народ, услышав о том, пошел за ним из города пешком Нам не безразлично современная церковь И у нас есть, что ей предложить Весь ресурс на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok